Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья, в эфире Radio Anonymous, и это я с новым, он же на самом деле старый, с новым старым, в общем, проектом, стартапом. Я вчера размещал аудиозаписи, сгенерированные нейросетью, и некоторые на самом деле мне показались очень-очень правдоподобными, при том, что это еще такая очень грубая штука, и вы знаете, вот эта презентация была Майкрософта, с их новыми ноутбуками, разные вот это все в воздухе витает, новая эпоха наступает, нейросети, искусственный интеллект, все с ума посходили, хайп, и мне это напомнило какие-то периоды из истории развития, собственно, технологий, да и не только компьютерных технологий я имел в виду, не только их, вообще, в принципе, то есть, вспоминается трансляция из, откуда они вещали-то, гиг четверги это были, да, я помню, это лекция или что-то было, выступление от Roll Station, где он рассказывал про интернет, он рассказывал сначала про радио, что он там когда, да, наверное, радио вроде, ну, в общем, про развитие, про то, как государство сначала не контролировало, потом начало контролировать, и мне вспомнилось, ну, как, да, он рассказывал про радио, потому что это про телевидение, потом интернет, а мне вспомнилось вообще, в принципе, вот этот переход от сельского хозяйства к фабрикам, что очень многие люди, ну, по-моему, в буквальном смысле сходили с ума, перестройка какая-то происходила, и у них ехала крыша, посвященная этому есть какая-то постановка, можно так сказать или нет, про кино с Чарли Чаплином, где он там гайки закручивает, потом выходит на улицу, он начинает все подряд закручивать, к чему я это, да, о чем я вообще, о чем я говорю, мне сейчас опять начнут писать, о чем эфир и так далее, в общем, я это о том, что очень важно будет сейчас, это уже происходит, но чем дальше, тем больше, я прям чувствую это, очень важно будет общение, вообще что-то человеческое, люди все больше атомизируются, я не знаю, специально это делается, или так происходит само собой, что ли, но чем дальше, тем больше нам как бы говорят, тебе никто не нужен, вот у тебя есть достижения, науки и техники, пользуйся, наслаждайся, сервисы, сериалы, игры, смартфоны, ассистенты, я не знаю, если честно, вот специально сегодня посмотрел, кто из людей, которые внесли большой вклад в развитие компьютерных технологий, смотрел на них именно вот так идеалистически, романтический может быть даже, вот вы знаете про Нельсона, не того, который там в Лондоне, памятник которому, а Тед Нельсон, по-моему, он вообще-то был философом, это изобретатель гипертекста, если мне память не изменяет, вот, по-моему, его какие-то я видел фразы из речения, еще нескольких людей, которые говорили, что вот, дескать, придут сейчас компьютеры, ну, придут, в смысле компьютерная эра придет, а разгрузят человека от рутинного труда, такого, знаете, максимально кандового, тупого и однообразного, не знаю, там, представить перепись населения в какой-нибудь стране любой, хоть сколько-нибудь, не Ватикан, в общем, где миллионы граждан, и вот я представляю каких-нибудь, ну, работниц с нами, скорее женщин больше там был, которые сидят, вот эти карточки там перебирают вручную все, вносят куда-то в докомпьютерную эпоху, когда это еще происходило, бухгалтеры, различные клерки, вот, как мне это виделось, даже мне, потому что я хоть не такой старый, ну, тут-то по нынешним меркам очень старый. Да, Сорожа мне пишет, привет о тебе, это делать специально, ну, не знаю, мы этого не знаем. Так вот, о чем я говорю-то? О том, что автоматизация, я ее застал, вот как бы вот при мне она происходила, на предприятиях, то есть моя первая работа, я тут, по-моему, рассказывал, одна из первых работ была на мясокомбинате теркизовском, и тогда вот еще эти линии внедряли, всякие там сканеры штрих-кодов, принтеры штрих-кодов этих наклеек, Wi-Fi тогда вот это все появлялось, все прям было писк, в общем, писали все кипятком от технологий, как это круто, рассказывали, ну, когда я пришел, это уже было, там, пару лет или тройку лет работало, говорят, вот раньше-то, когда всего этого не было, ты не представляешь, какие здесь были очереди, ну, типа, вот готовую продукцию отгружать, по магазинам развозить, и хаос, там, бардак, там, одни машины приехали, эти еще не уехали, в общем, к чему я все это? К тому, что виделось-то как, что вот люди-то сейчас разгрузятся от всяких разных, там, рутинных, бестолковых задач, и будут они заниматься чем-то хорошим, полезным, здоровым, так это назовем, радостным, ну, вот, можно ряд этот продолжать, а нифига, что вот эти все в школах, там, я не знаю, это то, что я видел своими глазами, у них одно место в мыле еще больше, чем раньше сейчас, у тебя недавно звонил, там, учительницам, говорю, ну, как там, поживаете, там, что там, как, зашиваемся, пишем эти всякие, там, ту статистику, эту статистику в одну информационную систему, в другую информационную систему, там надо заполнить, тут надо заполнить, ну, короче говоря, я не знаю, вы ощущаете, что как-то вот оно, ну, те, кому 40, например, легче стало, проще стало, свободнее дышать стало, я вообще нет, куда-то вот все летит, бежит, и вот этот вот ритм, который навязывается вот извне, такое ощущение, я сейчас еще больше его стал ощущать, искусственный интеллект, а-а-а, нейросети, нейросети, что-то, блин, какой-то, и дальше-то что, ну, по идее же должно быть наоборот, о, круто, нейросети, как в песне из электроников, вкалывают роботы, счастлив человек, сейчас роботы будут вкалывать, а мы пойдем, как древние римляне или греки, мудрецы древности, о вечном рассуждать, в общем, что-то как-то нет этого рассуждения о вечном, и близко, никто в ту сторону не смотрит, и вообще в развитии каких-то человеческих историй, ну, как бы это даже такое ощущение, что не модно, не молодежно, и даже стыдно, из такого молодежного, где люди собираются и что-то делают, и именно это хайпово, мне сейчас возразят, скажут, да ты чё там, и в настолки люди играют, и всякое, да, наверное, но это как бы считается чем-то таким, во-первых, не распространенным, я бы не сказал, что это массовое явление, и чем-то таким, ну, кринжатиной какой-то, по-моему, ну, ладно, не кринжатиной, это не осуждают, конечно, ну, блин, если я скажу, что я вот в настолки играю, я буду каким-то таким, белой вороной или маргиналом каким-то, возможно, не знаю, стендап мне такой вот в голову пришёл, ну, да, вот эти все выступления, ну, наверное, люди приходят вживую, тащат свои кости слушать чала-чала, выступающего на сцене, так, AI, перехайпленная фигня, как и этот твой децентрализованный веб-3, помнишь, как ты крышей ехал, у всех спрашивал, а можно ли веб-3 построить школа-полис, обучать детей? Да мне, знаете, вот, чё в голову пришло, что весь этот AI, да, интернет, вообще компьютеры, вот все компьютеры в мире, сколько их там, миллионы, миллиарды, ну, миллиарды точно, да, если посчитать, там, смартфоны, все роутеры, всё-всё-всё вот это вот, вот представьте, вот это один единый такой вот весь на планете Земля, и всё, что вокруг планеты Земля летает, такой вот монстр, если все-все эти платы собрать в одного такого огромного-огромного, мега какого-то там, не знаю, размером с планету, наверное, уже тоже монстра. Это же часть неживого мира материального, ну, то есть мы, люди, всё равно как к предмету можем относиться, вот, да, такому вот многокомпонентному, то есть это же просто-напросто какая-то вещь, скажем так, которая должна иметь прикладное значение. Ладно, я хотел пофилософствовать, правда, что уже сколько там, 10 минут прошло, да, наверное, надо завязывать уже к делу, переходи, сейчас перейдём. Почему оно называется? Ну, потому что оно, кстати, я вот только сейчас задумался, оно – это средний род, ну, вот, со слова «счастье», слово «счастье» тоже среднего рода. Вот, хотел бы спросить у тех, кто не пришёл к успеху, вот тут в диджейке я недавно спрашивал, как раз, может, кто-то застал, когда эфир хотели продать за 1000 рублей, мне хотели продать, хотела, вернее. Понимаете, кто девочка, у нас есть такая, ну, блин, пришли все нафиг к успеху, у одного денег нет, мне сейчас сказали, у «Апсидиана займи там 800 рублей», у меня было только 200, но было 800 рублей, думаю, не прошло и 15 лет уже почти, а радиоанонимно скажут, в 2009, 15 уже лет, я пришёл в 2010. Ну, короче, ладно, сейчас об этом поговорим. Избавить от ручного труда, перепись населения, электронные повестки, вообще AI помогает мне писать статьи на английском и проверяет грамотность моих особо умных мыслей. Вот единственное анончик, который это пишет, о том, что AI помогает писать статьи на английском, а ты сам-то лучше, всё лучше и лучше начинаешь статьи на английском писать при его помощи или нет? Вот это очень важный вопрос на самом деле. Если ты тупеешь от его, так называемой, помощи, а это великое искушение, ну, не тупеть, ну, не знаю, это как человек, который будет тебя носить постоянно, знаете, как китайских принцесс носили, китайским там ещё обувь такую специально делали. Ну, мне кажется, эти технологии тоже сортов поступают с нами так, что у нас тоже что-то атрофируется. Потому что я-то вот ощущаю, что совсем-совсем мотивация, и так не особо было много, учиться, развиваться, чтобы это в твоей голове всё-таки было, а не в этой коробочке, ну, хоть что-то. Понятно, что мы это не догоним, как уже невозможно, наверное, нет такого человека в мире, который обыграет компьютер в шахматы. Ну, нереально, просто невозможно. С другой стороны, ну, никто же не собирается перегнать там, никого не удивляет, то, что нет такого бегуна, который обгонит мотоцикл, да, или там, Хонду, Лимаху, да или автомобиль, не важно что. Ну, все нормально это воспринимают. Да, не обгонят, но люди бегать не перестали. Ну, я тоже в прошлый раз уже об этом говорил. Черкизовская автоматизация, сортировочный центр Амазона. Да нет, там далеко было до сортировочного центра Амазона. Там такие прям автоматизированные линии были, импортные, конечно же, там электронные весы, всякие разные девайсы, интересная штука. AI-powered магазин, где AI значит Indian. Так, приходит Сережа в клуб по Вархаммеру, где все достают своих Femstodias и выглядит белой вороной, потому что у него нет Femstodias. Я не знаю, что это вообще. Я не имею писать статьи вообще. У меня сочинение по литературе обычно вместо двух страниц состоит из одного-двух абзацев. Ты зря, зря ты пишешь, что не умеешь писать. Короче говоря, это тебе только так кажется. Вот ты попользуешься этой штукой пару лет и выяснится, что было куда деградировать. Ты поймешь, что теперь два абзаца написать не можешь. Ну, по крайней мере, я так думаю. Возможно, произойдет чудо и все прям разовьются, фиг знает как. Но, по-моему, это объективно, что нет. Когда у тебя есть что-то, что может за тебя это сделать, твои собственные способности к этому будут стагнировать. Отчего будем развиваться, если ты не будешь их использовать? За тебя лучше, быстрее, там всячески качественнее сделает что-то. этот самый помощник. Ну, про рекол я вообще молчу. Рекол это реально какая-то уже правда, блин. Прикол, что ли, такой. Ну, кто знает эту тему, что там экран будет записывать. Штука в операционной системе в Винде. Да. И потом, типа, это облегчит поиск. Пингвин там где-то ты вспомнишь. Найди мне пингвин или фиолетовый слайд. Ладно. Ну, кто-то радостный, кто-то не очень. Это, видимо, у технологий. Почему нет? Пешкарик – самая здоровая работа. На ногах и свежий воздух. Вот по поводу пешкариков, работы курьером. Я уже говорил, я не знаю почему, но зарплаты упали. Ну, очевидно, прям объективно. Ну, либо такими же остались. Не изменились, ну, извините, за пять лет изменились. Цены, как вы понимаете, существенно изменились. И то, что было раньше, хоть как-то, наверное, воспринималось, сейчас вообще не воспринимается. Ну, типа, блин, помните, в пандемию говорили, да и тут приходил анончик, сто тысяч там курьер зарабатывает. Не знаю, как курьер сейчас зарабатывает сто тысяч, сколько надо работать, чтобы курьером заработать сто тысяч. По-моему, это нереально. Когда там одна доставка стоит 200 рублей, ну, блин, правда-правда, не умел писать, и сейчас она может сгенерировать за меня сначала содержание, план сочинения, а потом я итеративно по пунктам пишу статью. Ну, ты не боишься попасть в какую-то, блин, если совсем свою голову не включать? Вы, кстати, не думаете, что статей все больше будет сгенерированных, и это приведет к тому, что качество упадет быстро и существенно. Кстати, там истерить стали, что прохождение игры, там, кто видел эту презентацию, типа, закадровый голос будет рассказывать, они это показали в Майнкрафте, как там меч сделать или что-то, и типа, сайты с прохождениями рискуют потерять аудиторию, это привлечет к их, повлечет закрытие, сокращение количества таких сайтов, качественных материалов, об играх и прохождениях, оттренироваться, на чем эти нейросети будут, простите, ну, блин, то, что статей, написанных нейросетями, будет гораздо больше теперь, и меньше будет статей, написанных людьми, это факт, я думаю, не сейчас, может, через какое-то время, и что, нового-то нейросеть ничего не напишет, это уж точно совершенно, правда ведь, вот как голос я сгенерировал, он вот говорит только таким голосом, которым сэмплы какие-то были, новому взяться неоткуда, разумеется, так, школьные учителя зашиваются, потому что им до сих пор нужно вести бумажные журналы, причем без ошибок, если ошибка, то надо журнал переписывать, да нет, там не журналы, я разговаривал с заместителем директора, там всякие каких, только нет информационных систем, там каждое, какие-то статистики, там миллион штук отправляют, медицинские какие-то, физкультура, там вот это ГТО, ну, в общем, какой там на региональный уровень, на федеральный уровень, я не знаю, то есть они могли бы один раз все это взять, и все, а у них там куча баз данных, куча каких-то своих номеров, ну, как вот есть там отдельно ННН, отдельно СНИЛС, отдельно там, что у нас там есть еще, не знаю, так, разговоры о вечном, о вечном написано слитно, в смысле, овцы, шипс, может, так, новый стартап, с самого начала пошло старое нытье, ну, ты же знаешь это выражение, что все новое, это хорошо забытое старое, у меня не забытое, не забывается, так, это делают специально, ну, мне тоже иногда кажется, что специально, и, и, это пипец, какой ломатель рынка, говорить ли ртом уровней техподдержки, или диспетчеров, добери выше, каких техподдержки, диспетчеры, переводчики, синхронисты, ты же видел эту презентацию, уже другую, я про Майкрософт тут говорил, их же много там на шлюпы, ну, это вообще меня отшокировало, если честно, я думал, это позже появится, ну, два чела разговаривают, она в реальном времени переводит, это какой же вам синхронист, так качественно, быстро, и самое главное, долго, и бесплатно будет переводить, мне нафиг не нужны, а сколько этих контор было, помните, перевод документов, перевод документов, перевод каких-то там, технической документации, ну, то есть, вообще, Елена, ребята, я помню, вспомнил, помните, такой сериал, был, Елена, ребята, да, там в одной из серий, там был чувак такой, с черными волосами длинными, я не помню, как его звали, у Елен парня звали Николя, точно помню, а это другой был, не, не, джин, это в Санта-Барбаре звали, короче, чел там был на синтезаторе, играл с черными длинными волосами, у Николя тоже были длинные волосы, а тут черными были длинные волосы, там была одна серия, они, короче, приходят в этот гараж, они же там в группе играли, Елен пел, вот Елена, ребята, типа, название их музыкальной группы, ну, ладно, они приходят на очередную репетицию, а у этого китаянка там такая, или азиатка, японка, китаянка, по-моему, японка, ну, такая девушка, в общем, типа, закадрил девушку-азиатку, такие, ой, что это, кто это, типа, откуда это, и он им говорит, они же там эти французы, я вот ее попросил, у меня инструкция от синтезатора, на китайском, я вот попросил ее перевести, вот, вот, и, конечно, уже давно это, письменный текст, не проблема, но устный, блин, что с этой китаянкой ты можешь сидеть, часами разговаривать, и иметь переводчика, ну, конечно, не очень качественно, но, с другой стороны, а что, синхронисты качественно перевозят, в реальном времени особенно, да нет, конечно, я думаю, вот в этом случае, автоматический перевод даже лучше будет, ну, кстати, сейчас, кто это не юзал еще, не знаю, слышно будет, нет, вот, жал, жал, жаль, убрали эту Скарлетт Йоханссон, жалко ей, как будто было, вот, сейчас, расскажи историю создания радио на русском, ну, на каком же еще можно сказать, сейчас, история создания радио начинается с работ Джеймса Клерка Максвелла, который в 1864 году теоретически предсказал существование электромагнитных волн, он разработал уравнения, описывающие распространение этих волн, в 1887 году немецкий физик Генрих Гертс экспериментально подтвердил существование электромагнитных волн, показав, что их можно генерировать и обнаруживать. Его работы заложили основу для дальнейших исследований в области радиосвязи. Одним из первых изобретателей использовали эти теории для создания устройств для передачи и приема радио. То есть это еще версия такая, короче говоря, несовершенная. Так, расскажи то же самое, пожалуйста, на белорусском. История створения радио начинается с работ Джеймса Клерка Максвелла, который в 1864 году теоретично предсказал иснование электромагнитных волн, и он распространял равнания, которые описывают распространение этих волн. В 1887 году немецкий физик Генрих Гертс экспериментально подтвердил иснование электромагнитных. Спрашивают, что это за сервис. Это вот как раз приложение для андроида, этот чат GPT с 4О, вот этой новой моделью, возможности говорить, но тут нельзя его попросить спеть. То есть они должны, как они пообещали, в течение нескольких недель выкатить обновление. Вот это, которое они на презентации показывали, где там можно попросить его, говори медленнее, говори быстрее. Тут вот нельзя его попросить и говорить быстрее, медленнее. Который перебивать можно, который может работать переводчиком. Это может пока только вот так. То есть это прокачанный режим, не просто озвучка, как раньше было, но еще с ограничениями. Но зацените вот. Расскажи то же самое на Суахиле. Как будет на Суахиле? Меня зовут Сережа и я очень глупый. О, плевать, что-то я не туда нажал. А, да. А такипона, такипона это что за язык? Сейчас мы у него спросим. Ты умеешь разговаривать на языке такипона? Переведи текст о радио на такипону. История создания радио. Пали Атали, мама Миксела. Мама Миксела, мама Лука, таки Лука, Гениси и Лекитамонса. Гениси и Кама Сама. Пали Самекси. Пали Сона. Италия, мама Мекси. Сама и Кама Сама. Мама, папа. Липу Кама Сама. Сама и Кама Сама. Сама и Кама Сама. Сама Элен. Суммари. Максвелл предсказал электромагнитные волны. Ты сьос и сьос и чир. Герц подтвердил элект... Так, Беларусь нам пишет. Как же плохо у него все с ударениями. Баралус. Беларусь. А что, совсем все плохо с ударениями, да? Ну, да, я думаю, конечно, такие языки, они прям не сильно загонялись, так скажем. Ну, блин. Что, хуже, да, чем с русским с ударениями? Теперь скажи, представь, что ты девочка с авито. Ну, сейчас скажем. Так, это аудио-мемасы для тех, кому за 50. Кто такая Хелен и что за ребят? Элена, ребята, был такой сериал известный во Франции в 90-х. Не те, кому за 50, а те, кому за 35, блин. Ну, наверное, даже не 30. 30 этого сколько надо родиться, чтобы сейчас тебе 30 было в 94-м? Ну, да, да, наверное, уже. Сережа, в Англо-Нете уже лет 5, 8 из 10 выдачи поисковика, отрицательный нейрокал, а то и вовсе тупые темплейты. А и поиск, наоборот, решает эту проблему, выдавая единые саммари без переходов на говносайты. Ну, может быть, не знаю. Но все равно, блин, из ничего же он новые статьи не запилит тебе, особенно о явлениях, событиях, которые вот произойдут. Наверное, все равно люди должны будут продолжать писать как-то. Ну, с другой стороны, не знаю. Ты в курсе, что статьи уже давно генерируют даже 5 алгоритмами и биологическими нейронками, названием которым рерайтеры? Не, ну, про рерайтеров я, конечно, знал, да. Это вообще дичь. Все эти написания дипломов за деньги. Сережа АИ как раз, наоборот, адаптирует современную работу под современное образование. Школьники уже лет 30 ничего не запоминают из-за наличия поисковиков, а тут буквально вместо штудирования тон документации учебников. Ты учишься за пару секунд формулировать промпут, и еще за пару секунд получаешь нужный ответ. Главный вопрос возникает, а ты зачем нужен? Вот школьник, который это делает, думает, а я зачем? Возникают реально философские вопросы, дезистенциальные. Ну, типа, зачем я? Вот меня, вот кусок мяса обучают, да, тратят на это деньги, то есть платят деньги учителям, оплачивают отопление школы, свет, уборщицы, не знаю, жратву в столовой многим оплачивают, там, учебники, кстати, вообще миллиарды, миллиарды. А зачем это? Если человек вот задает себе вопрос, что я знаю? Вот я доучился там до седьмого класса, до девятого класса, до пятого, я в пятом уже этими вопросами задавался еще раньше. Ну, у меня, ну, типа, я ничего не знаю, я вот ловился на мысли, вот у меня там прошел курс, там не было раньше, не окружающий мир назывался, а природоведение, да, я думаю, блин, я же ничего не помню. Там приходишь 1 сентября в школу, как чистый лист вообще, думаешь, ну, как, ну, так не должно быть, ну, как бы ты вот думаешь, что-то не то, что-то не так. А ты сам-то давно еду добывал, слэш, растил. Ну, вот был недавно, мама тут у них, там, коровы, козы, да. Все беды от Америки и от конкуренции, все обязаны повторять за конкурентами, даже если не понимают зачем, чтобы не опоздать. Конкуренция интенсифайс бесконечна. Так, и, и, это звездец, какой ломатель был рынка говорить. Лет я уже читал. Итак, помнишь, кто-то обещал стартап с корейским, с корейским, с корейским, с корейским. Нет, не помню. Ну, у меня нет своих мыслей об объекте, у меня не хватает фантазии, чтобы разливать воду. А вот заставить бота писать сочинение я могу. Ну, что говорить, я присылал статью. Что ж такое, напоревьюить. Китаянки, да, 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 да. Показывали на презентации говорить медленнее. Ты видел Devine AI, который умеет выполнять работы с Upwork? Знаешь, чем закончилась? Нет, не знаю. А ты зачем нужен? У AI есть простата. Может ли он ее сам себе стимулировать? Простата. Ну, опять же, вот разгрузили роботы людей. Не знаю, ну, представьте, вообще, вот, если гипертрофировать ситуацию, безусловный доход людям платят, не знаю, как в кибердеревне. Роботы там сеют, коров доят, все делают уже. Все. Чего люди будут делать, скажите? Вот вы лично, что будете делать? Сидеть за компом 24 на 7? Ну, не знаю. Путешествовать, куда-то ехать? Чего? Что? Как? Куда? Да, то есть, львиная доля, связанная какого-то, ну, звучит это слово, тут даже как-то счастье, вот оно как-то звучит сейчас. Блин. Раньше люди хотели машины, квартиры. Ну, квартиры – это никуда не денется, конечно. Уют там, комфорт, дом. Ну, вот люди переселяются в тенденция в Америке зафиксирована в регионы. Ну, это так у нас называются регионы, периферии, да, там. Типа коронавирус эти все процессы подстегнул. Удаленка там, что человек может работать откуда угодно. А сейчас я не знаю, тоже вот все, кто на удаленке работает, а нафига они нужны? Если человек может работать на удаленке, значит, за компом что-то делает, верно? Генерирует какие-то отчеты, письма, менеджерит что-то. Ну, короче, он не руками делает, как в коронавирусе тот батька говорил про коров, что невозможно корову на удаленке подоить. Ну, то есть он, да, ну, наверное, он тот как раз, которого можно заменить, видимо. Так что присылает мне какую-то запись, мою же, видимо. Новый стартап с корейским. Это, видимо, какая-то была кореянка, которая хотела по бартеру учиться питону с нуля, предлагала корейский. Ну, я не знаю, может ли это быть кому-то интересно. Какая-то странная оказалась девочка, она потом денег просила. Так, пускай чат GPT ведет эфир. Ну, можно попросить, вряд ли вам этот эфир будет интересен, но мой тоже неинтересен, я понимаю. Теперь скажи ей, представь, что ты девочка с Авито. А, ну да, да, давайте скажем. Так, представь, что ты девочка, которой пять лет, и тебе позвонили с радиостанции в прямом эфире, тебе нужно ответить на несколько вопросов. Хорошо, давай попробуем. Привет, как тебя зовут? Привет, меня зовут Маша. Привет, Маша. Скажи, тебе нравится радио? Да, очень. Я люблю слушать песни по радио. А какая у тебя любимая песня? Я, мне нравится песня про маленького ежика. Это здорово. А ты знаешь, что такое радио и как оно работает? Немножко. Радио передает звук, и я могу его слушать у нас дома. Молодец, Маша. А кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я хочу быть ветеринаром и лечить животных. Это замечательно. Спасибо тебе, Маша, за интересный разговор. Хорошего тебе дня. Спасибо. Пока. Хорошо, расскажи анекдот про программистов. Конечно. Вот анекдот про программистов. Почему программисты не любят ходить в лес? Потому что в лесу много багов и мало фич. Теперь расскажи этот анекдот на белорусском. Обрати внимание на правильное ударение. Ну, ему бесполезно это говорить. Вот анекдот про программистов на белорусской мове. Почему программисты не любят ходить в лес? Потому что в лесу много багов и мало фич. Так, а если бы тебе позвонили с радио и спросили Артурчик, какой же он там спрашивал, я не помню. Ладно, все, забейте. Хватит ерундой заниматься. Мы хотели заниматься делом. Не, ну, оцените просто вот разницу. Вот это вот, значит, чат GPT, а вот это вот Gmini. Gmini, который вообще разговаривает, как в прошлом веке. Сейчас. А расскажи анекдот про программистов. Почему программисты путают Хэллоуин и Рождество? Потому что OCT31 равно DEC25. Почему программисты путают Хэллоуин и Рождество? Потому что OCT31 равно DEC25. OCT31 равно DEC25. Ну, просто сам звук даже. Ладно. Как зачем? Работать руками. Хорошо, стартап появился, но он не твой. Ты хочешь пилить своего голосового помощника? Не-не-не-не-не-не-не-не. Вообще нет. Про стартап. Да, надо уже, пора рассказывать. Девочка с Авито. Хорошо получилось, да. Ну, вот и я, который год спрашиваю, зачем ты нам нужен? Да. Когда это будет, тогда и посмотри. Может, будем в рабстве роботов, а может, упадет метеорит. Внимание, еще нет нейросети, которые рисуют электронные схемы. Да ну. Разве нет? Да ну, блин. Сырожа, именно для этого и драйвит развитие нейронок. Нафиг говорящих голов драмоедов, им нужно, их можно и нужно, в первую очередь, автоматизировать. Ну, давай так. Я не спорю, что учителя, такие как я, это все нафиг идет. Но не нужно. Прости, друзья, я о личном вообще взаимодействии людей с людьми, когда это, как бы человек от себя должен говорить. Кто спрашивает, как ты думаешь? Он же, извини, не включит тебе телефон. Он спрашивает, как ты думаешь, тебе понравился этот фильм или нет? Как бы вы научились говорить, вам сейчас не 7 лет. Но дети, да и ладно, дети, молодежь, уже выросшие дети, реально меньше разговаривают. Им меньше приходится говорить. Им меньше приходится писать эти дурацкие сочинения. Да, не дурацкие, да, это был какой-то изврат и, не знаю, садизм. Но мы их писали все равно, это нас развивало. Читательские дневники эти дурацкие мы писали. Даже вот эти книжки, то есть краткое изложение, нужно было пойти книжку эту дурацкую купить. Там произведения школьной литературы в кратком изложении. Не все произведения там были. Книжек таких было не так много. И училка, она могла знать какие-то моменты. Как именно в кратком изложении пересказали там то или иное произведение. Сейчас же они вообще ничего не читают. Ну, просто факт. Вот сейчас лето скоро будет. Вот уже сколько там осталось. Неделя, да. Список литературы на лето дают. Его вообще никто не читает. Сейчас уж тем более с развитием нейронок этих. Да, там и так YouTube весь завален всеми этими краткими пересказами. Можно за 15 минут три разных послушать. И ты как бы в теме будешь уже. Сейчас-то вообще, конечно. Я вам протестировал это. Закидываешь. Вот я хотел. У меня был стартап такой. Там связанный с комьюнити, с людьми. Что люди будут книги читать. Читать. Может быть, даже одни и те же. Да, там как-то договариваться. Ну, какую-то информацию из книг. Да, выжимки делать. Просто координируясь друг с другом. Кто что читает. Вон, блин. Скормил PDF-файл. И сказал ему. Давай там мне выжимку сделай. Вчера вот этот сервис, который я использовал для генерации голоса. Клонирования, вернее, голоса. Там раздел. Перевод. Ролика на YouTube. Я думаю, как это делается. Просто кидаешь ему ссылку на ролик на YouTube. Он даже голоса копирует. Представляете? Он удавку сделал, как это бы назвали. Он вырезал полностью голос оригинальный английский. Добавил туда голос. Ну, да. Там косяков, конечно, много в переводе. Там тоже ударения напутанные. Ну, мы же понимаем, что год прошел. Сколько это все. Такие инвестиции. Столько всего в это впихивается. Конечно, это будет развиваться. Ладно. Нейра Чаев. Так. Вельми, шмат, благо, улеси. Спроси у него, как стать владелицей сети отелей. Ну, да, интересно. Сейчас спросим, кстати. Я девочка, учусь в восьмом классе и хочу стать владелицей сети отелей. Что мне нужно, чтобы этого добиться? Что мне нужно делать? Что ты посоветуешь? Это моя мечта. Цель. Это замечательная мечта и цель. Важно уже сейчас начать делать шаги, которые помогут тебе в будущем. Вот несколько советов, которые могут тебе помочь. Аня, учись хорошо в школе. Особое внимание уделяй предметам, связанным с математикой, экономикой и иностранными языками. Это будет полезно в будущем для управления бизнесом. 2. Изучай гостиничный бизнес. Читай книги и статьи о гостиничном деле, смотри видео и слушай подкасты на эту тему. Узнай, как работают разные отели, какие услуги они предлагают и что важно для их успешного функционирования. 3. Получай опыт. Постарайся найти возможность поработать в отеле, пусть даже на летних каникулах или на неполный рабочий день. Это поможет тебе понять, как все устроено изнутри. Развивай навыки общения и лидерства. Важно уметь общаться с людьми и вести за собой команду. Участвуй в школьных проектах и мероприятиях, которые помогут тебе развить эти навыки. Изучай финансы и управление. Понимание основ финансов и управления будет очень полезным. Постепенно знакомься с такими понятиями, как бюджетирование, планирование, маркетинг и менеджмент. 6. Учись у лучших. Следи за успешными владельцами гостиниц. Читай их биографии и интервью. Попробуй найти наставника в этой области, который сможет дать тебе советы и поддержать на пути к твоей цели. Ставь перед собой маленькие цели. Раздели свою большую мечту на более маленькие достижимые цели. Это поможет тебе видеть прогресс и не терять мотивацию. Не забывай, что каждый большой успех начинается с маленьких шагов. Верь в свою мечту и иди к ней с уверенностью и настойчивостью. Блин, я хочу сказать, что, конечно, речь... Блин, Алиса отдыхает просто. Я впервые столкнулся с генераторами речи, когда помогал незрячим. Это было как раз тоже больше 10 лет назад. Мне тогда это казалось, как они разговаривают. Там был этот Николай, по-моему, да? Николай продвигал здесь дигала и еще что-то. Как они назывались эти вообще? И вот это сейчас. Ну, блин. Если бы не это шиево и какие-то вот некоторые звуки, ну, я бы не отличил от реального человека, если бы, ну, этот человек разговаривает. То есть, недолго особенно слушать. Потому что настолько ровно человек, конечно, не будет разговаривать. Но эмоции они добавят. Там слышно... Это сейчас такой вариант. Я слышал другие. Ну, там прям дыхание имитируется. Паузы, вздохи. Блин, просто какое-то безумие, конечно. Говорит плохо, но анекдот смешнее. И нафиг твоего чат гопота, если она какую-то ерунду говорит, пусть и правильно. Не знаю, не понял, о чем речь. Сережа, главный вопрос. Ты уже подумал, о чем будет твой завтрашний эфир? Да, конечно, у меня есть план. А что за сервис по клонированию голоса? Ну, сейчас скажу. Если кто-то не слышал вчера, я еще сейчас отпущу тогда. Не знаю, даже... Блин, у меня даже этих кобелей нет. Сейчас, секундочку. Так, 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 так. Ну, вы слышали там, где «ы» говорит, что я забанен? Не знаю, кто не слышал. Блин. Как плохо, когда опять все удалено, а? Да что же это такое, когда я перестану переустанавливать Windows? Сейчас я вам дам эту тему послушать. Eleven Labs, по-моему. Почти как «ы» лэпс. Вот там вообще просто безумие какое-то. Там еще написано, что... Ну, это типа очень грубая наша такая модель. Говорит, если вот вы хотите прям нормальную копию голоса сделать, загрузите записанную на нормальном оборудовании запись. Ну, типа советуем вам микрофон, вот этот вот там XLR. Там характеристики написаны, типа шума, чтобы не было. Ну, вот написано, в общем, что надо. И полчаса или час, что ли. А, и потом там верификация, короче. Говорят, что настолько реалистичная копия голоса. Я не пробовал, потому что там тариф, там деньги надо платить уже. Там за это-то надо платить, но там немного. Что-то вроде 5 долларов было. Ну, и то у меня это не я платил. И там вот эта тема, что только свой голос, короче, можно клонировать. А как они это проверяют, они просят потом, типа, прочитайте такой текст, такой текст прочитайте, случайно сгенеренный. Так, что тут пишешь? А у АИ есть просто... Да, это я про простат уже читал. Так, нельзя корову на удаленке подоить. А вот удаленная хирургия уже есть. Удаленный марсоход тоже есть. Нет, и корову можно удаленно подоить, это понятно. Только я не понимаю, как... Ну, это полный должен быть замкнутый цикл, что роботы должны косить сено, роботы должны ее кормить, роботы должны, короче, убирать за ней навоз. Ну, и прирезать ее тоже, наверное. Роботы должны разделать ее, должны роботы мясо упаковать и доставить. А я что-то подсел на краткие пересказы с Ютуба и даже вообще аналитику, например, про то, что ввели вон КС, ну, пирсер какой-то, это одна вселенная. Так, я тоже не любил читать книжки по программе, у меня были свои, мне их было интереснее читать. Они не читают ничего. Вот, я думаю, для вас это не открытие. Зачем читать, если так все есть? Ну, вот и не поспоришь тоже, как бы, ну, что вот возразить? Вот. Сейчас мы сделаем кабель и послушаем. Хедсет. Секундочку. Раз-раз. Раз-раз. Так, и мы, наверное, сейчас надо переключить будет. Блин, елки-палки. Наверное, прервется сейчас эфир, а потом восстановится. Я не уверен. Блин, какой же трындец в прямом эфире это делать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, нунчики, я на связи. Сорян. Я надеюсь, я еще тут. Так. Ну, Чаев, ты лучше расскажи, что сработает у тебя, почему ты в долгах. Большие долги-то как получилось так? Так, сейчас, секунду, я вообще проверю, слышно ли меня. Что-то у меня с фирмом. С фирмом. Да. Ну, как-как? Ну, ипотека, что, считай. Я же рассказывал, как-то уже так получилось, что когда надо было там переезжать, срочно нужно было там, не хватало на дом, и я даже не ипотеку взял, а кредит наличными взял. Ну, еще, если у тебя выпал, ты каждый месяц там... если ты должен под 100 тысяч платить каждый месяц, ну, сами понимаете, какие будут просрочки, если ты не заплатил месяц-два. спроси, сколько ног у лошади. Да, ну, он такие вопросы ответит. Чё? Да это же просто озвучка, обычная у GPT-озвучка. Мне больше этот волновал. Мы сейчас другое спросим. Попробуй закончить анекдот. Звонят в ветеринарный магазин, нет, в ветеринарную клинику и спрашивают, нет, в цирк звонят и говорят, вам говорящие лошади нужны, а там им отвечают, нет, не нужны, прекратите звонить. Звонят в цирке и говорят, вам говорящие лошади нужны, а там отвечают, нет, не нужны, прекратите звонить, мы вас уже 15-й раз не понимаем. Так, ну, во-первых, он сказал звонят, я точно слышал. Интересно, на чём он обучался, потому что, видимо, видимо, на этом и обучался. Потому что это вообще не по правилам. Ну, нет корректного произношения звонит. Там какое-то было окончание, что вы думаете, удобно копытом номер набирать. Но, кстати, тоже не актуально, потому что говорящая лошадь может сейчас голосовым набором пользоваться. Говорит, Алиса позвонили, Сири позвони. Сколько ног у лошади? Так, ладно, сейчас спросим. Скажи, пожалуйста, сколько ног у лошади? В лошади четыре ноги. Ну, пипец. Ну, вот вам. Вот вам и всё, в общем. Во-первых, ноги. Во-вторых, четыре ноги. Ладно. Серёжа, я напомню, что самые популярные кинофраншизы это акшенисты кало уровня Форсажа. Ну да, Форсаж, что вообще какая-то фигня. Я посмотрел первую часть. Мне сын такой говорит, давай Форсаж посмотрим. Посмотрел что-то не очень. Большинству не нужен контент, требующий осмысления, обсуждения. Да. Ну и как будешь разруливать? Работу будешь искать? Да вот в том-то и дело, что, блин, я не хочу быть Серёжей, я не хочу вокруг этого идти паразитировать. Ну, блин, так получилось, такая ловушка, что я не заработаю просто столько нигде. Ну, даже если реально на двух, на трёх работах работать, столько не заработаешь. С другой стороны, если вот так убиваться прямо на двух, на трёх работах, так лучше убиваться по изучению новых технологий каких-то или чего-то, или сделать реально курс для первоклассников. Я считаю, что для начальной школы я вполне могу сделать курс. Да, я сам ничего не умею, но на уровень третьего класса вполне какой-то вводный, какой-то, если это будут, опять же, какие-то экспертиза, привлечь людей, которые корректуру смогут сделать, там, каталогические ошибки проверить. Идея у меня есть, проектов для детей. Просто сравниваешь с тем, что у них сейчас есть. Вот алгоритмика школы, я предлагал кому-то из анончиков, школа, значит, там, для обучения детей программированию, оно, ну, 350 рублей, 400 рублей за занятие. Ну, это как вообще? Кто у них там работает? Как человек, который может говорить ртом, понимает в компах, знает английский язык, ну, потому что он должен как-то это выучить как-то на каком-то хотя бы уровне, хотя бы на моём, блин. Ну, кто будет работать за 350 рублей в час? Я не понимаю. За такие деньги даже курьер работать не будет сейчас. Таксист уж тем более, потому что он водить умеет. Кто, дворник будет работать? Кассир в пятёрочке может быть, я не знаю. Ну, он одни и те же выполняет операцию, он на кассе сидит, а прибивает, пип-пип-пип, блин. А этот человек должен как-то, это стресс всё равно, это ученик, извините. А они, значит, с учеников берут срыло по 700 рублей, они сидят там 10 человек или 5 человек там в мини-группе у тебя на занятии. Тебе заплатили 350 рублей, а они забрали, ну, да. Ладно, в общем, я это, они, конечно, наверное, объяснят, всё это реклама, и всем 5к в год, если работать на Внучаева. Блин, всё, проработал на Внучаева, никто не работал на Внучаева. Я девочке тоже предлагал. И вообще, нифига ты буржуй, интересно, кем же работал, чтобы 100к платить каждый месяц. Да кем только не работал, и как только не крутился, вертелся тоже. Ты что думаешь, так что ли, буржуй? В Москве такие доходы, да. Ну, и платы такие, с этой недвижимостью, блин. Одно дело, купить недвижимость за полтора миллиона, за два, где сейчас такие цены, не знаю, в России, по-моему, нет таких квартир за полтора миллиона, за два, за три, за четыре. И тут, блин. А что вот делать? Не переезжать же в другой город. Можно? Я вот не держусь за Москву совсем. Но когда, блин, родственники там, типа, а-ля мать у жены с отцом, они говорят, ну, куда я вот поеду, там, у меня тут бабушка, дедушка, там, детей, мои родители, там, мои друзья, и все это. Фу. А как же две правые, две левые ноги? Ну, да. Будут работать за такие деньги, те самые атомизированные шизы, что-то с такими ипотеками, я лучше с мамкой поживу, лол. Ну, да, я вообще не знаю, как люди живут. Я не представляю, как они живут. с медициной, которая там, той же стоматологии, ну, нет ее бесплатной, но объективно. Не знаю, я не знаю. И сейчас все говорят, вот, стал лучше там, типа, блин, на стероидах, на этих военных, типа, экономиках. Хрен знает, на чем она. Так, что я хотел сделать-то? да, я хотел, хотел, блин, вот они все переделали, это нифига себе. этот Вайсмитр не открывал сто лет. Теперь здесь шесть какая-то. Шесть каналов, каких-то шесть устройств. Мать моя дорогая. И отключить, что ли, ничего нельзя. да, это да. Да, я хотел дать послушать вот эти записи. Не знаю, будет их слышно или нет. Блин, что-то не слышно нифига. Не слышно. Ладно, потом тогда. Так, вы лучше спросите, кем работала Марина, чтобы платить за 4 детей, включая Серёжу. Да нет, я участвовал в семейном бюджете-то. Кем-кем? Преподом Марина работала. Кем? Кем же она могла-то работать. Так, ну что, ладно, время эфира подошло к концу. Это, короче, стартап не начали, вода пока. Можешь приезжать к обсидиону под кровать. Да, конечно. Тьфу. Угу. 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 Да, давайте-ка, наверное, я подготовлюсь получше к завтрашнему дню. Ну, как бы, всё в силе. Десять дней, да. Из этих десяти один мимо вот сегодняшний. Я настроен решительно. Да. Всё серьёзно на этот раз. Так, я понял. Короче, Марина, значит, денежки на себя тратила. Да, внучаев за всё остальное платил, использовали тебя по ходу. Всегда можно неофициально подрабатывать репетитором и логопедом. По корочке, наверное, что детский логопед. Да, ладно. Всё. Сегодня завершаем. Да. До завтра. В общем, завтра продолжим. Завтра всё будет. Всем спасибо за внимание. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok